доброе утро друзья садоводы я сейчас хочу вас сразу успокоить сегодня мы будем говорить обо всем кроме садоводства ура наконец-то надоел железо со всеми 300 300 фильмов скучнейшая материя не зря так мало этих просмотров где-то тысяча две большинства но не любят наши люди садоводства ладно отвлекаемся будем ждать пока полюбите снова вот я в этом посильное участие приму значит перед серьезно говорю сегодня вы узнаете другого железа перед вами фотография которая сделана на алтае кстати тоже сибирь сведения так вот эта фотография символическая она говорит о том что мы сибиряки особые люди мы ведь и москву отстояли мы ведь это самое переломили хребет фашистов сибирские парни здоровые бордасты вот которых сорок первом году призвали сразу нас в рот на лыжах ходить умели снегу закапываться нас халатом вот так так вот для меня эта фотография это символ сибири вот мы можем и тюльпаны в снегу выращивать друзья и мы даже будем и нет световодстве это для вас будет шок это для вас будет открытие нового железа до сих пор открыл его один-единственный человек сейчас у вас с ним познакомлю и так я вас знакомлю хотя его знает хорошо москва это главный редактор московского журнала популярного красивейшего под названием вестник садовода вот ребрик александр алексеевич вот этот александр алексеевич ребрик единственный кто меня называет выдающимся спасибо ему за это это помогает дальше работать вот а мы с вами разговариваем сейчас потому что четыре дня я прощался прощался ждал когда сердце остановится она становилась осталась а сегодня на 5 утра на снова заработала полный мощь поэтому настроение соответствующие вот александр серебрик не только назвал меня выдающимся он сделал два комплимента а эти это его слова чего-то стоит что касается моих статей книг он назвал меня ну вторым может так говорится вторым салтыком щедрином значит ну там во многих фильмах есть ирония если анекдоты в статьях статьях и в книгах а еще своем редакторском слове в журнале он назвал меня знаете еще кем примерно так звучало новым и ракли мандронников и ракли адронников показать бы вам его сейчас ну-ка 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 а вот он я приготовил его это я набрал контрольников рассказчик вот это лучший рассказчик в россии советского союза всех времен и народа вот когда он рассказывал нам не то что он сочинил кто-то готовил ему эти монологи но слушала вся страна я сейчас хочу чтобы вся страна а хотя бы те кого повезет или наоборот кого не повезет и он откроет этот фильм тоже послушали теперь меня вот еще будет состоять этот фильм это философско-фантастические рассказы придуманные не мной но в моем переложении назвали александром дроником полезает в кузов то есть фильм и вот я сейчас вас хочу познакомить уже как бы со своим творчеством я уже так знаете как бы сказать полу шутя полусерьезно говорю смотрите сюда и так сейчас я пролистну пять фотографий сделанных во время моего семинара в москве сделанных там московским фотографом вот и не было бы этого фильма только потому что сейчас только я получил письмо из москвы с просьбой приехать на семинар а вот это и был семинар а это единственный журналист главный редактор который почтил своим присутствием наше любительское сборище семинар так сказать железо в москве два семинара и вот вот эти часы это по пролистну как получается вот вы увидите сейчас в этих фотографиях как мужчина в мой характер смотрите сюда андроников или не андроников смотрите хамели а теперь обратно вот таких людей посмотрите видите вот эту фотографию она случайно здесь сажаем и вращаем по железу альтернативное садоводство родная партия видите такая оказывается есть а еще тут написано звенящие кедры все ясно анастасиевец вот последний как он рекламирует мое садоводство но это я просто похвастался значит и наверное его привлекло не только какие-то мои достижения но и мой язык тоже рассказы про это и так выбираем какую-то фотографию в эту что-то не очень хочется нет не так вот эту погодите они похожи ли на того с картины помните три охотника и один рассказывает а двое развесив уши слушает знаменитая картина сурикова что ли на охоте называется их надо было найти ладно похож я да так и вот сейчас я это самое приступаю к рассказам представим себя что мой собеседник александр лисеевич я смотрю на него мне так или на это на эту фотографию мне так легче будет с вами общаться и так рассказ номер один скажем так это мое приложение художественное от эпистолярного жанра к жанру как его назвать я забыл как цель называется разговорным разговорному жанру это когда-то небольшой рассказ до прямо на обложке одного журнала был помещен было если не ошибаюсь написано автор и писатель лаврова и так значит писать себе что высотном доме живет девушка студентка молоденькая одинокая вот все ее как бы это сказать может кооператива блоку квартира куплена муж кооперативная в общем все ее соседство это у нее маленький красивейший котенок и больше никого они жили на верхнем этаже и однажды дом начал разрушаться дом был построен этот высотный как иногда случается при так сказать социализме на плавуне и дом поплыл то есть фундамент поплыл и дом начал помаленьку разваливаться вот уже рухнул и лестничные проемы и эвакуация стала невозможна до смерти оставалось допустим 1 2 минуты до настоящей натуральной смерти вот котенок прыгнул девушки на плечо царапал ее в ужасе таком же ужасе как и у девушки тоже знал что и умирать и вот самый отчаянный момент вдруг в оконном проеме появилась какая-то грязная рука на подоконнике а то вторая голова в каске чума же и лицо и вот через подоконник переваливается человек в такой заляпанной спецодежде вот монтажным поясом цепи и так далее вот и плохой девушке девушка бросается к нему аж на это самое с дикой радостью на невероятно этого не может быть но факт что вдруг на высоте там десятка метров вдруг такое чудо бросается к нему с и в объятия у меня как это спокойно это как сказать и отталкивает но притягивает руку не дает обнять себя срывает у него с плеча котенка сует его какую-то сумку сумку застегивает и направляется к окну девушка шоке в ужасе да что же это такое постойте погодите а я может поворачивается и говорит мне приказано спасти котенка вот он записан в галактическую красную книгу как очень редкий кинофонд поворачивается и ногу заносит на подоконник девушка еще в страшном шоке как так я же человек вы обязаны меня спасти я же ценность тот еще раз повернулся посмотрела кинул таким презрительнейшим взглядом с ног до головы говорит да как бы вы были ценностью в оба аварийные дома бы не селили и вообще запомните на земле есть только две разумные разумные цивилизации дает понять что человечество сюда не входит только две разумные 4 разумные цивилизации причем две из них а вас даже не подозревает что вы существуете повернулся вот и исчез на подоконник вот девушка в ужасе этого не может быть но это случилось все ей больше спасения ждать неоткуда вот дом продолжает рушится все трещит потолок сыпется вот и уже все когда она попросила жизни вдруг появляется опять одна рука грязно на подоконнике вторая цепляется за под перевариваться мужик подходит к ней говорит цепляйтесь мне на плечи девушка моментально преобразилась расцвела и садясь на плечи говорит ему ну вот что совесть заговорила мужик так обернулся к ней с тем же презрением говорит да нужна ты нам ну это или как-то нужны вы нам просто понимаете котенок отказался без вас эвакуироваться ну что как вам этот рассказ приступаем к рассказу номер два сейчас я только сделаю маленький перерыв вот может быть мы поменяем тут картинку с это самое антон валерьевичем посмотрим маленький перерыв